Всем привет, дорогие друзья, с вами Юмилия, вы очень просили меня посмотреть видосик с канала Юрия Профессионала про дырявую стену в Японии. Это меня настораживает, но в то же время мне прям хочется узнать, что же это за стена такая. Поэтому, го смотреть! Японское шоу, где нужно пролезть в отверстие. Обычно в Японии отверстия покрыты пикселями, здесь же всё довольно ясно и заранее видно. Отверстия покрыты пикселями, я поняла, о чём он! За прохождение препятствия. Две команды, красные и синее. Задержка, но поняла. Один из красных надел огромные очки и думал, что пиксели всё-таки будут. Нет. Это тоже шоу спортивное с проникновением, но немного другое. О, боже мой! Итак, первое отверстие для красных. Вращение пильмам! Офигеть, это ему в такую позу встать надо! Это ж каким пластичным надо быть! А что если у него там нога длиннее или рука длиннее? А, ну, руку можно вот пальцы убрать. А, что с ногой делать? Кстати, первым в мире мужчиной, кто смог его исполнить, стал Евгений Плющенко. Кто-то скажет, что этот человек ловит бутылку водки. Кто-то же предположит, что это разводит ноги на сеансе у проктолога. Он не близ! Не получается, он падает в воду! Ну, ничего страшного, будут ещё раунды. Подождите, какая-то чудовищная неполадка! Стена продолжает двигаться! Она сейчас раздавит его череп! Нет, остаётся 15 сантиметров. Он кричит, а если бы у меня не голова там была, я бы стоял по пояс? Ему была бы жопа! Это вообще небезопасно! Синяя девушка покачивается из стороны в сторону. Пытается откалибровать центр тяжести. В прошлый раз было фигурное катание. Здесь же тоже фигурное, но не катание. Коты здесь ни при чём. Это скорее ближе к собакам. Какая-то очень пошлая поза, честно. И, блин, было бы забавно, если бы мужико надо было такое делать. Ну, эта поза гораздо легче, чем то, что было. Это не честно! Это невероятный уровень. Единственное, что синей девушке уже тяжело встать. 10 очков синей команде. Переходим ко второму раунду. Сейчас красной команде нужно собраться и компенсировать фиаско в фигурном катании. Это что он делает такое? Красный участник сразу встаёт в специфические позы. Зачем? Малышек, вы не у меня в кабинете. У нас съёмка. Итак, третья фигура на сегодня. Участник крайне серьёзен. Чё вообще? Смотри, снизу ноги, сверху руки. А по центру что? Можно, можно пройти. Крест решает съесть, приподнять руки. Я думаю, вполне реально протиснуться в это отверстие. 10-10. Нет, отцепляться. Давай, давай, ты сможешь отцепить. Он чисто тут, понимаете, сам себе навредил. А, нет, слушайте, с другой стороны. Самое главное, не упал, а он упал. Второй подряд раунда не профукивает. Расчёт всё ещё 0-10 в пользу синих. На четвёртую фигуру выходит синий. Он моргает, в глазах мутится. Но зато ему очень весело. Он же готов ко всему. Скорее всего, у синих опять будет некая лежачая фигура. Так, опять проявление японского рабочего менталитета. Сядь, нагнись, и ты прекрасно впишешься. Что-то выроглиб какой-то. Если при этом быть синим, то будет легче. Японский императорский пропагандистский... Получилось! У него реально получилось, слушайте. Ситуация красная команда критическая. Они проигрывают 0-20. Круто. Их последняя надежда. Надежда, сумасшедший профессор. Его приглашают... Такая музыка классная ещё. Да, когда надежды уже нет. Доктор Хиттай! Он смотрит на фигуру, говорит, так понятно. Стоим на двух ногах, нагибаемся вперёд. Спереди место есть для огромного стетоскопа. Мне кажется, это сложно. И он за ногу поднять ещё. Но его огромные шары тянут его вниз. Проклятие всей его жизни. Высокий тестостерон. Они подкакивают голову. Жёлтая вода. Жёлтый запах. У красной команды всё очень плохо. Если синий сейчас пролезет, счёт станет 0-30, и красной никогда уже не отыграться. Блин, это сложно. А, там два пальца. Я думала, что там средний. Вы, конечно, скажете, что можно просто встать и нагнуться. Нет, это сложно. Но этот ебанец уже достаточно нагибался, чтобы попасть на ТВ-шоу. Он ещё держится, слушайте. Ужасная трагедия. Молодой человек застрял в розовом дверстве. Он там завис. Спасти его сможет только он. Доктор Хентай. А, зачем он это сделал? Хентай затягивает молодых людей в эту жижу. Не поддавайтесь. Будьте осторожны. Два Д-тянки – это иллюзия. Да, синие побеждают, но ситуация начинает меняться. Девушка плохо развела ноги и была брошена. А следующий синий участник оказался... А он так сказал, знаете? Девушка плохо развела ноги и была брошена. Да, мне дошло с опозданием. По тупым. Тем временем, красные восстали. Доктор Хентай. А также капитан команды виртуозно приносят 20 очков красным. Думаю, это невероятно сложно. Красная революция в 2020. Как он папа сезает. Чтобы разрешить ничью, нас ждет тройной раунд. Финал. За красных выходит парень в шапке. Они сейчас... Несколько человек будут выходить. А также черные три полоски. Парень в костюме Адидас. Как он воодушевленно отзвучивает. Красным предстоит соединиться в мужской паровозик. Фигура довольно простая. Думаю, что каждый командует проблем, никаких не возникнет. Почему-то черный падает. Что же произошло? Смотрим реплеи. Огромный сад помешал ему вписаться. Вот почему он носит мешковатые штаны Адидас. Он его подставил в конце. Просто взял, поменялся с ним местами. Вот гад. Мы переходим к синей команде во главе с девушкой. Видно, что с синим мальчиком тяжело стоять на ногах, но у них должна быть пьяная ловкость. Если они сейчас не намочатся, то синие побеждают. Фигура – это геймер. Человек, который сидит и взлетает на горящей тяге. Девушка просит насадить ее на фигуру. А то он ее поднимать будет? У них последний шанс на победу. Но у косых синих двоится в глазах. Так, блин, это сложно, потому что ноги надо было еще поднимать. Чет по-прежнему 20-20. С синим надо просохнуть, если они хотят победить здесь. Судьи назначают дополнительный раунд один на один. Решают, к кому пойти. Доктор демонстрирует нам свой огромный успех среди женщин, потому что он очень умный, ведь у него такие очки. Но смещен центр тяжести. Красные решают выставить черного три полоски. Ладно, я промолчу. У нас очередной, последний шанс на победу. Фигура у красных довольно простая. Нужно лечь и приподнять ноги. Адидас должен справиться. Но он почему-то встает на четырех рейке, и вы можете не хватить длины. Красные кричат, что ты делаешь? Не так! Его попа опять может не писаться. Получилось! Слушайте! 20 очков красным! Какое уверенное вхождение! Олимпиада Токио 20-21! Акробатика! На синих сейчас большое давление. И кто же будет выступать за них? Ой, что это было? Ведущий вышел! То есть в конце оказывается, что он все это время был синим, и он подыгрывает своей команде, поэтому у них самые легкие фигуры. Вот это поворот! Красные негодуют! Это подстава! Но тут вдруг один красный начинает рассказывать. Все не так просто. У него красный ремешок от часов и красный галстук. Вы думали, что ведущий синий, а он уже давно ясный. Зачем такое маленькое? Ты что, дурак, что ли? На самом деле, ведущий все время работал на красных! Ну, блин, здесь было очевидно, что надо выбрать самый большой кружок. Он просто специально это сделал, специально упал! Разливает этот раунд, и синие проигрывают! А, ясно! Ребят, даже в кино я не видел в концовке столько переворотов! Спасибо вам за внимание! Здоровья, добра, любви и процветания! У-у-у! До свидания! Это было круто! Это было брутально! Мы с вами все наверняка уже думали, что у красных ничего не выйдет, но они не так просты, как нам с вами казалось. Вот здесь озвучка мне прям нереально понравилась, она, мне кажется, была еще круче. Хотя нет, я вспомнила конфеты, как там Сакера называлась. Эти конфеты никак не могут меня отпустить, точнее, их реклама, это супер упорно и супер угарно, и мы до сих пор иногда с Руси вдвоем сидим и угораем по поводу этих конфет и самой по себе этой рекламы. И я думаю, что у нас сейчас наше телевидение мало кто начал смотреть и современные молодежи. В Японии все, наоборот, рвутся к телевизору после тяжелого рабочего дня или же после учебы, потому что там их ждут вот такие вот великолепнейшие шоу. Ну а нас с вами ждут не только упоротые шоу на ютубе, но еще и такая классная озвучка, как у Юрия Профессионала. Напишите в комментариях, какие видео еще мне на его канале посмотреть, потому что вы советовали мне вот это вот и про рекламу. Но, по-моему, видео с рекламами я все посмотрела, поэтому жду ваших комментов. Благодарю вас, присоединяюсь к Юрию и желаю вам всего самого наикрутейшего. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok